Традиционный конкурс профессионального мастерства обучающихся по специальности среднего профессионального образования фармация собрал лучших учащихся из трех образовательных организаций республики. В этом году приняли участие Новочебоксарский химико-механический техникум, Академия технологии и управления и Чебоксарский медицинский колледж. Любой конкурс, любая олимпиада, любой экзамен – это стрессовая ситуация. А поскольку фармацевт – это медицинский работник, значит, стрессовую ситуацию, он должен очень быстро преодолевать, он не должен теряться. Я считаю, что в первую очередь это личностный рост. Фармация – это средне-специальное учебное заведение, как говорится, выпускает, а провизоров выпускает высшее учебное заведение. Это очень популярно, очень модно, да и, в общем-то, эта специальность достаточно востребована, неважно, фармацевт или провизор. Участники прошли тестирование, которое состояло из нескольких вопросов. Также будущие фармацевты состязались в разборе рецептов. По словам жюри, каждый фармацевт обязан читать рецепт. В практической части конкурса участницам предстояло работать в лаборатории. Отметим, что на специальности фармации студентов обучают проводить приемку товара, оформлять полку в витрины аптеки, изготовить лекарственный препарат по рецепту, провести внутриаптечный контроль, консультирование посетителя по подбору лекарственных средств. Родственники подсказали, мама, папа, мама – врач, поэтому решила по их стопам. Ну, то есть, интересно людям помогать, это тоже очень хорошее дело. Мы хотим получить опыт, знания, то есть, это все равно пригодится. Да, в копилку, нам пригодится это. Команда «Победитель конкурса профмастерства» примет участие во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства, которую пройдет в Казани. Ольга Лазарева, Петр Куприянов, Новости, Новочебоксарска.